28 марта этого года проходил первый этап конкурса. Свои силы в номинации «Профессия руководитель» попробовала Юлия Жирнова. Для участия в конкурсе нужно было подготовить проект. Проект – это результат работы нашей школы, и в том числе меня как заместителя директора, по фестивальному движению «Формула успеха», который на протяжении нескольких лет уже проходит у нас в школе. В принципе, по роду своей деятельности очень занимаюсь. За короткий срок весь материал за многие годы требовалось систематизировать и красиво разместить на 12 листах. Это казалось невозможным, но Юлия справилась. Конечно, все это уместить на 12 страничках было очень сложно, поэтому у нас было их больше. Приходилось брать самое-самое главное, самое яркое и самое необычное. В принципе, то, чего не было или не могли бы представить другие представители на этом конкурсе. Вообще, в таком конкурсе я участвую впервые. Для меня ближе, конечно же, практическая работа. То есть, когда я узнала о том, что надо было представить только документы, я немножечко расстроилась, потому что привыкла представлять свой материал воочию, то есть показывать, рассказывать сама, а не по документам. Среди участниц конкурса в горнозаводском округе Юлия Жирнова заняла второе место. Считает, что участие очень помогло. Что дал этот конкурс? Дал возможность систематизировать тот материал, который был, собрать его воедино, оформить, как-то разложить все по полочкам, для себя уяснить кое-какие моменты. Юлия уверена, что время от времени надо участвовать в различных конкурсах. Это помогает оценить себя, получить новые эмоции, задуматься о том, что и как делаешь. А этот конкурс связан не только с работой, но в первую очередь с семьей. Моя семья небольшая. Всего три человека. Я, муж и дочь, Мария, которая в данный момент учится на третьем курсе в Челябинской государственной академии культуры и искусства. В принципе, вся семья у нас творческая. Мы очень, в общем-то, дружно живем и стараемся приносить радость окружающим, ну и своим друзьям, конечно же. Семья для каждого человека самое главное. И мне хочется, чтобы в нашем городе было как можно больше крепких, дружных семей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!